«Всемогущий Аллах сказал, «Поистине, мы не спасла ли его Коран в ночь предопределения или величия? Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения или величия? Ночь предопределения или величия лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль снисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благостна вплоть до наступления рассвета. Говорят, что ночь предопределения была названа так по трем причинам. Первая заключается в том, что это ночь величия и чести, потому что всемогущий Аллах не спасал в нее Коран. Мы не спаслали его в благословенную ночь. Также говорят, что так как в эту ночь ангелы заполняют все, в этом факте есть величие и возвышение. Еще говорят, что поскольку у слова «аль-кадр» есть также значение узкости, объяснение заключается в том, что небеса становятся узкими, переполненными из-за количества ангелов в них. Дорогие братья, представьте себе данную сцену. Все ангелы спускаются в эту ночь. Представьте себе, сколько блага спускается в эту ночь. Это великая ночь. И одним из благ в эту ночь является то, что в это время всемогущий Аллах удваивает хорошие дела своих рабов. А того, кто смог правильно совершить поклонение этой ночью, Аллах награждает так, как если бы этот человек молился тысячу месяцев. Здесь я считаю важным сделать паузу и поговорить о том, какая польза в этом для нас. В чем польза от того, что мы приобретаем что-то в эту ночь? Вот что важно для меня, если честно. Мне важно, чтобы вы поняли и почувствовали, почему посланник, салаллаху алейхи вассалям, наставлял нас, чтобы мы этого желали. Братья мои, в судный день обнаружится, что есть два вида грехов. Есть грехи в отношении рабов Аллаха, людей, а есть грехи в отношении всемогущего Аллаха. Грехи по отношению к Аллаху – это, к примеру, опоздание на намаз, употребление алкоголя и вообще любой грех, который не имеет никакого отношения к другим людям. Что касается таких грехов, то, инша Аллах, можно надеяться на Аллаха, прощающего и милосердного. Вам поможет поклонение, которое, если будет правильным и искренним, возможно, покроет все ваши грехи. Что это за поклонение? Молитва. Вот почему посланник, салаллаху алейхи вассалям, говорил, что первое, за что человек будет спрошен в судный день, – это молитва. Если она будет в порядке, то преуспеет в остальном. Конечно, под этим имеется в виду прощение грехов, совершенных в отношении Аллаха. Но есть другая проблема. Ведь еще есть грехи, совершенные вами в отношении людей, такие, как, например, хула или злословие. Как вы думаете, стоит ли считать, о скольких мы говорим за спиной сегодня? И это только если говорить об одном дне, о сколько раз мы совершали такое за всю жизнь. Все эти люди в судный день потребуют справедливости. Скольким людям мы солгали, скольких обсчитали, к примеру, договариваясь с кем-то на плату, скажем, в сотню, а потом, увидев, что его работа, по нашему мнению, недостаточно хороша, дали только 50, оставив себе половину. Сколько раз что-то такое мы делали за всю жизнь. Мы уже забыли об этом. Но ведь все это записано. Поистине, мы велели записывать все, что вы совершали. Вы увидите всех этих людей в судный день. Вы думаете, если вы скажете, мы в таком тяжелом положении сейчас, прошу, простите меня, то они вас простят? Эти люди, по отношению к которым вы совершали ошибку, вы увидите своими глазами, будут убегать от собственных матерей, если увидят их в судный день. Почему они убегают от своей матери? От страха, что она попросит у них хотя бы одно хорошее дело. Если эти люди будут убегать от собственной матери и страха, что та попросит хотя бы одно доброе дело, неужели вы думаете, что вас они простят в день суда? Нет, они не простят вас. Так какое же есть этому решение? Попасть в ад? Нет, вот где проявляется милость Аллаха. Всемогущий Аллах дает нам возможность совершать акты поклонения с великими наградами, чтобы когда настанет судный день, у вас было накоплено столько благих дел, чтобы весы перевесили в нужную сторону и закрылись все ваши долги в качестве грехов. Видите ли вы милость Аллаха? В этом мудрость ночи предопределения и величия. Всемогущий Аллах дает вам великую возможность, чтобы когда наступит судный день, вы были спасены. Потому что Аллах хочет помиловать вас. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим прихотям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек был создан слабым. Скажите, неужели вы помните все свои грехи? Неужто у вас настолько хорошая память, что вы помните каждый плохой поступок, который совершали, к примеру, за последние 30 лет? Нет, вы не в состоянии это сделать. Поэтому, дорогие братья, любите ночь предопределения. Радуйтесь ночи предопределения. Стремитесь получить награду в ночь предопределения. Затем, чтобы в судный день у вас было нечто, что поможет вам и принесет пользу. Акаба длина, путь до весов крут. Перед вами будут весы, на которых будут взвешены все ваши дела. Вот почему, дорогие братья, мы должны готовиться к этому дню и быть очень внимательными к тому, чтобы не упустить эту возможность, как другие акты поклонения. Ведь такое поклонение повышает наш статус и помогает нам преодолеть путь до весов. Теперь вы знаете, почему ночь предопределения так важна. Потому что в первую очередь от этого большую пользу получаем мы сами. Я прошу у Аллаха помощи в том, чтобы мы могли повиноваться Ему должным образом. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. Но это врlusbar. Акабарный твой ön식